сегодня 18 августа принялись обихаживать дом который по божьей милости сейчас записано мне вот он дом тут очень много предстоит работы с тем чтобы освободить из этого плена заросшего вот очищаем березки что было видно окна крышу эти деревья убрать надо вот мы начали потихоньку на тихонько занялся березками я занялся крапивой и того и другого много по работа не тере не сложная интересно на тихонько управляется вот целая береза какая вот и вы тут выносим заранее дрова в одну сторону крапиву другую ветки в третью вот можно банные веники сделать из них если будет время лестница стоит вот сам дом дом это самый прочный потерявки фундаменте много железа ну и много работы предстоит разобрать все состояние очень запущенное зарусло все кругом мы справимся это по нам березки делаете это убираем березы паша окно не видать даже вот она какая сучки какие вот моя рука и заметь в ладонь это тяжелый ваще в одно место оброблены а то начинает решилась на чехова мы пришел новый хозяин у тебя там воспоминания были у хозяина этого нет как сейчас помню школе а это капиталистический подход я не мог понять как так сад старый надо обновить приносил прибыль не все же время там ходить бояру встречается ну вот мы конкретно так вишневый сад только приобрели мы уже начинаем обрабатывать вот это я вот одну березку объел сейчас перелезу в сторону посмотрим как вот это с одной березки веток сколько тут веников море притом без тережек это вообще замечательно вот еще так вот теперь оберзем лесенку надо установить Пошло вниз, а тут сычок серьезный, вот этот вот, его надо отпилить. О, это ушло, теперь другой. Теперь что мне надо? Залез, не позакупил. Это надо все обрабатывать. Вон и хозяин. Уже не одни воспоминания только будут. Они застели, света не видать, окно не видать и дома не видать. Вот ясное дело, что мы хозяева. Прошло 2 минуты и сколько сделано уже. Вот это, пожалуй, хватит. А теперь я полезу на другую. Вот посмотри как. Вот она как выглядит теперь. Мы открываем вход. Вот тень куда пала. Она окно закрывала круглые сутки. Раз, два, три, четыре на пятой ступеньке. Мне это приятно делать. Опа. Приятно. Почему? Потому что очень полезное дело. Теперь городской сожритель, он дома может быть чуть-чуть там где-то. Вот и пойдет. Можем брякнуться. Вот так. Можем брякнуться вверх. Можем брякнуться вверх. Можем брякнуться вверх. А то... Можем брякнуться вверх. Дальше нельзя лезть. Оборваться. О! Теперь остался последний сучок. Всё. Вот так же так. Стрел укололел. Ничего себе. Что же он тут сделал? Прямо сюда. Ничего себе. Вот не ожидал. Тут можно было ножочку попортить. Посмотри, что делается. Ооооо. Тут мне... Её никак не делаешь ещё. Только обрывать. Посмотрю, как она сейчас у меня оборвется. Вот три проволоки. Ну, трое, сказать. Одна проволока-то. Четыре. Вот она уже обвисает. Пять. Шесть. Остальное нас не касается. Вот видишь как. Это мы только-только начинаем дома обихаживать. Дома много без хозяина и нет, считай. А теперь всё. Вытаскивать сучки. Обделывать их и всё. Так. А ты сейчас давай занимайся около дома крапивой. Место освобождать для многого нужно. Давай показываю, как ты тут делаешь. Ну, к рукавичке обязательно. Потому что крапиву убрать придётся. Вот. Никита Андреевич занимается уже своим домом. Конкретно. Вот Никите дайте какой-то домик ещё дать. Они дома не валяются. За дома платить надо и строить. Этот дом самый прочный в Потеряевке. Тут жил человек, который со всех сторон его обкапывает. С корнем эту крапиву. А она уже так сильно не будет расти. О, обстукаю её. Вот здесь, чтобы глина оставалась на месте. Всё. И так дальше. Вот она крапива сейчас растёт. Буквально всё заполонило. Ничего. Вот огромная ветла. Ни света, ничего нет. Всё отпилится. Уберём под самый корень. Пень тут один останется. Это не беда. Вот только приедет Роман Малешин, малыш. У нас есть пила своя. Работает уже на своём доме. Знаете, как приятно это ощущать. Я это чувство знаю, что у тебя угол есть. А то ни хала, ни двора. И вот лепится к чужим жёнам, женщинам. Ещё с ребятишками. Трагедия разыгрывается. Промбутался, про лагеря прошатался. А теперь ничего нету. Ну и он хороший работник. Ну так себя обрёк и жил бы один. Как у Виктора Гюго везде об этом описывается. Нет, начинает путаться. Дети её принимают иногда. А он начинает колбасить тут. Это называется пьянствовать, товарищей водить. Ну и пошло. Дальше и бросает её. Он просил вот эти столбы Павел-то. Ему сказали отдать. Он приедет. Они нам и не нужны. Балки эти можно будет взять, если он их не возьмёт. Вот так. Видишь как. Это работа. Ну уже вот, участочек. Можно заходить. Как только вот это сметётся. Вот это дерево. А это дерево, цемент. Первый год привезли 26 лет назад. 25. Ну и столбушки поставили. Ящик делали. И вот они вот выросли вот в это. Огромное. Тут у меня голуби были. Тут всё, что стены. Это я возводил ему. Подшивку. Вот это шифер. Это всё моя работа. Каменная укладка. Господь благословил. Главное, что всё у него сварено на арматуре. И просадки никакой не может быть такой. Огромный подвал. Дальше будет видно. Там он видна. Возина, черёмуха. Там много что. Яблонь он любил заниматься привоем там. Ну то есть прививки заниматься деревьев. Яблони у него хорошо росли. Вот теперь берёзово вот так у нас выглядит. Всё. Окна они не застилают. Ветлину снимут. Ну а рядом тут трансформаторная будка. Это Алексеево хозяйство. Тут родители Алексея живут. Владимир с Валентиной. Вот так. Вот Никита обихаживает свою усадьбу. На самом верху он где торчат уже. Это он обрезал, залез. А как это высоко, вот видно где лестница. Он ловкий, Никита. Понимаешь, ты так пилишь хорошо, что я уже разохотился на это гляжу. Нельзя ли что-нибудь спилить? Ну нет, наверно там нельзя, Никита. Ну отпили. Как у него ловко получается. По-хорошему то вот эту вот поперёк тут отпилили бы мы. Да. И тогда бы она крышу эту нашу не сломала уже. Но её надо верёвка, наверное, тащить сначала. Да, здорово. Да, здорово.